Здравствуйте! В эфире программа «Право знать». Феликс Игоревич, мне очень хотелось бы, чтобы мы сегодня с вами поразмышляли на тему, что же творится в нашем королевстве. Как вы считаете, пойдем по хронологии, почему так необходимо было так срочно старым составом Верховной Рады принять бюджет? Бюджет, который, в принципе, очень ущербный. Ну, по бюджету. Я раньше читал бюджеты. Сегодня я не читал, я читал аналитику только. У меня по аналитике есть определенные претензии, потому что я сторонник формирования бюджета совершенно иначе. Я действительно считаю, что там не должно быть льгот. Я не сторонник монетарной политики, льготирования, то есть так называемой адресной помощи. Потому что в нашей стране адресная помощь не может работать. Первое – деньги съедаются на администрирование. Второе – с покуса обязательно откусить что-то. Поэтому я сторонник компенсационных мер. Ну, к примеру, чтобы всем было понятно. Вот у облэнерго люди платят 150 кВт по 28 копеек, выше по 36. Да, она действует для всех. И бедный, и богатый. Но в основном бедные люди потребляют такую сумму. У кого одна комната и так далее. Зато вмешательства никакого нет. Нет администрирования процесса. Пошел, заплатил. Поэтому вся эта монетарная политика приводит... С одной стороны, вроде бы правильно, там льготы сократили. Ребята, скажите, что мы живем в момент кризиса. Вдруг господин Арбузов стал лучшим финансистом страны, да? Да, висит на лайтах. У нас в городе особенно, да? Меры, наверное, приняты и правильно. Наверное, да? Но это антикризисные меры. Скажите, что мы в глубокой кризисе, чтобы не сказать хуже, да? Все понятно. Но не говорите, что мы в глубокой стабильности и в этот момент антикризисные меры. Непонятно. А что такое стабильность вообще? Ну, я уже как-то говорил, что моя коллега Кормич сказала, что на Западе нет стабильности. Есть динамическая стабильность. То есть в этот момент стабильно. Следующий момент планируется, он уже меняется. Поэтому постоянно меняется что-то. Вот эта стабильность, это кладбище, конечно, безусловно. То есть это полная стагнация. Почему спешили? Почему спешили? Ну, по примеру городского бюджета. Городской бюджет должен приниматься после того, что принят план социально-экономического развития на год. У нас практически никогда не принималось, за редким исключением. Бюджет страны должен приниматься, когда не программа, как там народный бюджет или там программа президент. Нет, на год концептуальное видение, что мы будем делать, этого нет. Поэтому, что поспешили, что не поспешили. Но обратите внимание, дело же не в бюджете. Я, например, считаю, что это главный документ страны. Это финансовый документ. Он не может быть главным. Когда в бюджете испокон веков меняются нормы права, в какой стране это может быть? Бюджет может отменить закон. Какая разница, альготирование, компенсация, какая разница? Бюджет не может такие вещи делать. Это финансовый документ. Почему спешили? А почему спешили с уголовным процессуальным кодексом? И уже говорят, что в весне будем делать изменения. Потому что все готовы к тому, что новые реформы, новое видение реформ. Мы сейчас выпустим, а потом будем менять. Я всегда говорил, ухудшать плохое, всегда получишь плохое. А ухудшать хорошее, так можно сделать сразу хорошее. По крайней мере. Поэтому бюджет как-то так сформирован. Например, только с совета при МВД области. Нет денег у милиции сегодня работать по новому ПК. И в первую очередь нужен миллиард на электронные браслеты. Но им же много добавили. А на другое не нужно? Нет, на дубинки нужно, на браслеты. Браслеты. Ну, потому что заложено так. А на СИЗО, а на КПЗ, а на колонии. Да не будут у нас эти электронные браслеты работать, потому что... Ну, мы только говорили, потому что взяли американскую систему, воткнули наше поле, а у нас не растет. То же самое. Не будут работать электронные браслеты, их разберут и, может быть, часы сделают. Ну, у нас же пример был с выборами, с этими камерами, которые абсолютно не работают. А теперь не знают, кому дать на ответственное укрепление, да? Да, будем давить эти камеры, то ли еще чего-то. Но самое главное, деньги потратили, но они не отработали свое. А кто знает, как их будет списывать? Ну, никто же не знает. То же самое тут. То есть, бюджет формируется без... Есть же бюджетная дисциплина, есть же все-таки бюджетные концепции должны быть. Бюджет формируется, я отскочу. Вот мы столько получим, наверное, и, наверное, столько потратим. Я не считаю, что тогда должен формироваться бюджет. Никто не задумывается, как снимать нагрузку с бюджетной сферы. Я уже говорил как-то, да? Это ведь концептуальное видение. Это ведь программа, под которую должен формироваться бюджет. То есть, вот мы сделаем в области бюджета, может быть, мы... Ну, условно, раз я пришел с этого совета, снимем всех участков, будет патрульную службу. То, что не доделал господин Ющенко, потому что ГЭТ ему там, Рабинович напел на ухо коррозу, поэтому он так делал. Потому что надо было создать, а потом менять, а не ломать на ходу. Создайте патрульную службу, сформируйтесь. Сократите людей, увеличьте зарплату. Это другое видение сохранения бюджетных денег. А такое формирование, скажите мне, пожалуйста, а дети, пятиклассники так не сформируют? Скажите, сколько мы получим? Столько-то. А сколько мы хотим потратить? Почти что столько же, но меньше на 5%. Ну, столько потратим, но только разложим по карману. И все. Так вот это и есть какой-то такой принцип еждевенчества. Почему? Потому что, вы понимаете, вот мне так кажется, анализируя все, что происходит в бюджете, и этим можно объяснить и поспешность, то, что как бы защитили все свое. Вот свое, вот те, кто создавал этот бюджет, они все свои статьи как бы защитили. Обещали, да? Мы пообещали, мы делаем. А то не сократили немножечко, а реальной жизни не будет никакой. Абсолютно ничего. Вот, например, вот сегодня на исполкоме мы заслушивали бюджет на 2013 год. Светлана Николаевна Бедряк зачитывала. Вопрос селянин задал. А сколько заложено на ремонт жилищно-коммунального хозяйства? Ничего. Нету. Может быть, придет. Понимаете? А сколько заложено на подрезку деревьев, на все то, что зеленотресту? Пусть немного, но должно же быть заложено. Сколько бед нанесли? Ветер, дождь, снег. Это ведь тоже проблем. Вот взяли кусочек зеленотреста, да? Если планировать так, от количества деревьев, которые потенциально могут упасть, нужно колоссальные деньги. Я всегда говорю, ребята, выехал трактор, выехала машина, выехала бензопила и вышка. Срежьте еще рядом. Уже же есть затраты. Они сократятся на 50%. Не надо. Нет. Давайте раскопаем еще раз улицу. Сегодня все раскопано благодаря тому, что тепло. Ничего не заасфальтировано благодаря тому, что чего нет. Денег или асфальт? И в то же самое время. Вот смотрите, идет, скажем, реконструкция всей системы здравоохранения. Произошло переформирование всей системы обучения. Все, что связано с образованием, мы как бы уже теряем и очень сильно теряем. Теряем качественно. Качественное образование. Сейчас будет за здравоохранением все то же самое. На это идут какие-то ассигнования. Но незначительные для того, чтобы опять-таки врачи себя чувствовали спокойно, учителя себя чувствовали спокойно, те же бюджетники. А с другой стороны... Потому что видение какое-то вот... Вот дайте деньги, мы их потратим. Дайте деньги, мы их потратим. Это же от советского. Это все от советского. Я познакомился с начальником управления горы здравоохранения. Ну, я люблю там почитать лекции. И попал не в точку. Три образования у человека. Бывший министр Крыма. Год, он говорит, министра больше не зовут. И юридическое, и медицинское, и управленческое. Но человек попадает в ту систему... Нашу действительность. Да. Нашу действительность. Я думаю, он свои знания не сможет применить. Вот у нас все выдергивается так. Я шел сюда по дороге и подумал, что... Ну, так вопрос не звучал, но надо принять закон транспортации органов и заменить коллективный мозг. Это в первую очередь. Потому что, обратите внимание, в эту матку, я ее называю маткой, все-таки Верховную Раду, это как в фильмах «Чужой», да, попадают новые люди. Ровно через три месяца они будут такими же. Они будут точно такими же. Сейчас мы о Раде поговорим. Но я ведь почему затронула врачей и учителей? Не только потому, что они бюджетники, потому что... Им только зарплату нужно дать, им нужно дать чем работать. Где работы, правильно, аппаратуру. Где работать. Да. Сейчас мы только в начале всего того, что с медициной сейчас будет переделываться. Но вот смотрите, ведь большие сигнования идут на все то, что называется прокуратура, суд, силовые учреждения. Правильно сказали, что сейчас вот милиция получит, не туда потратит. Не, не потратит туда, что требует УПК, но пользы будет ноль. Вот. А почему же так? Почему у нас все время, вот не для того, чтобы предупредить болезнь, скажем, дать хорошее образование ребенку, а вот всем тем, кто сохраняет страх в стране, больше денег? Я вчера или позавчера по радио слушал, я не знаю фамилию человека. Ну, наше радио одесское, поэтому, наверное, одессит, он там и доктор науки и так далее. Он работает под контракт и рассказывал, как он в советское время планировал, как он будет доктором и так далее. А сегодня, он говорит, я по-западному работаю. Наши специалисты, условно, студенты и так далее, сразу научены на плохое, на низкий уровень. Вот сразу у нас так затребовано. Государство так затребовало, предприятие так затребовало. Более низкий уровень, чем он нужен сегодня. Я в Кувару сказал, что я стал ходить в театр, пока внуки уехали. Вот я побывал в Тюзи. Ну, на ноге Гришаевой. Мне рассказали, что она занималась вместе с директором, поэтому спектакль был шикарный. Боготворитель. Продюсировали спектакли. Я не был там, это малая сцена русского театра. Ну, не знаю, не попадал. Это ужас. А может быть, стоит сказать, господа... Ужас не по качеству спектакля, потому что вы видели по ангаражу. А почему мне надо было сказать, вот мы сделали народный бюджет, давайте мы не сделаем два межквартальных проезда, сделаем Тюз. И все горожане смогут туда приходить. И это будет сделано на десятки лет. Видение, формирование этих процессов, если бы оно было советское, еще было бы хорошо. Так что, опять-таки, задаю второй раз, повторяю вопрос. Значит, сегодня заинтересованность в том, чтобы было больше страха у народа, а не культуры, не духовности, не того, что требует работы души и сердца. У меня есть коллега, когда я ему так говорю, Леня, они, наверное, иначе не умеют и не знают. Он говорит, ты сильно хорошего мнения о них. Они так хотят. Поэтому, я вот не знаю, они не умеют или просто хотят вот так, чтобы было. Что можно было сказать, там дороги сделали. Мы не видели качество дорог. Мы не видели, где это. Потрачены миллионы. А может быть, надо было сделать Тюз и забыть о Тюзе, да? Ну, к примеру, напротив Дома ученых находится школа искусств, которая висит как бы за Тарпаном. Он не ремонтирует город, не ремонтирует. Перевели уже школу искусств. А то до дома уже валится, рушится. А может быть, условно, да? Можно было сделать раз и забыть на 10 лет. И сказать, ребята, правильно, дороги надо идти. Сегодня это не нужно. И, к сожалению, вот я сейчас как бы перехожу к другой теме, к другому моменту по хронологии. Приняли бюджет. И потом наступило вот это вот число 12-12-12, от которого многие ждут хорошего, плохого. И что же мы увидели? Ну, не в этом. Дело в том, что в этот день все совпало. Совпало там традиционное послание президента России Путина федеральному собранию. Совпал первый день Верховной Рады, там, где все депутаты, новые избранные, должны были принимать присягу. И что же я вижу? Вы понимаете, у меня было оцепенение возле экрана. Почему? Потому что на одном канале, российском, я слышу фразы, например, криминалу нельзя входить во власть. Но почему-то он туда все равно лезет. Переключаю канал, смотрю, спиливают там что-то какие-то, тетки голые бегут, спиливают ограду. Ограду спиливают оппозиционеры. Дело не в этом. Я говорю о культуре, вот о том неотработанном. Вот спилили, но принесут. Подождите, не в этом дело. Все идет. Вот почему-то я с тем подругой, через минуту там 15, опять мордобой, опять свист. И мне так стыдно стало. Вы знаете, вот просто стыдно стало. Почему? Мы ведь все хотим перемен. Но из-за того, что мы утрамбовали востребованность культуры, востребованность какого-то интеллигентного отношения к самому себе, прежде всего, воспитание души утратили. Я не говорю только об одном театре. Киностудия Одесская уничтожена. Рушится все, что только мы... Но зато памятник Высоцкому построили. Это отдельная история. Но дело в том, что если посмотреть, как живут актеры в общежитии, плакать хочется. Ведь это красивая актриса, ее внешность, ее ухоженные волосы. Это же ее лицо, это же качество ее работы. Воды нет, моют и собирают дождевую воду, топят снег. Как это может быть сегодня здесь? Вот почему... Вы имеете в общежитии, которое на Терраспольской? Да. С виду красивое, внутри прогнившее? Ну, так у нас и киностудия внешне красивая, вроде бы, внутри ничего. Даже собаки ушли уже с киностудии. Ну, вот скажите мне, почему вот такое должно быть сначала вот только о человеческом отношении? Почему опять мы в Раде видим то же самое? Неужели это навсегда? Ну, первое, это на пять лет. Второе. У меня такое чувство, что люди даже приходя туда не понимают, чем они должны заниматься. Вот я смотрю молодого человека из Мелитополя. Ну, где Одесса, где Мелитополь, мы иногда подшучивали, да, Крыжополь, Мелитополь и все остальное, да. И он говорит, я вот пришел и буду чистить Мелитопольскую речку белую. То есть пришел депутат Верховной Рады, не зная, что у нас нет двухпалатных парламентов, что он не представляет регион, что он пришел вкладывать мозги, чтобы что-то изменить в стране. Он будет речку чистить и отчитываться перед депутатами. И половина из них так думает. Особенно мажоритарщики сейчас пришли. Они пришли сделать что-то, дорогу проложить. А что изменится? Он проложит дорогу, а рядом проваливается. Ничего. И у них такое видение. То ли их так воспитали, начиная с семьи, то ли образование такое, то ли ни на что учились. Не на это учились, я прошу прощения. И, к сожалению, надолго или не надолго, на пять лет точно. Я читаю бывших депутатов. Какая разница оппозиционерная? Вот Шкиль пишет. А что у тебя делать буду? Надо уезжать в другую страну. А что я делать буду? А что ты делал 15 лет? Ходил в вышиванке, что ты там говорил. А что ты сделал? Вот он может сказать, я сделал что-то. Сделал, он свой бизнес сделал. Почистил речку белую. Я как бы вот противоречие поставлю. Ничего не может сказать. Кармазин голодует. Мы сегодня только говорили об этом. Скучно будет без Кармазина. Вчера уже было. При всем при том, не буду говорить. Илья Анатольевича давать оценку, я с ним лично знаком. Но скучно будет без Кармазина. При всем при том, что там недолюбливают, говорят, там никого надо. А скучно будет, потому что он пытался говорить дело. Не всегда адекватно, не всегда правильно. Суть не в этом. До количества законопроектов, которые он предложил. От свободы прошло очень много грамотных молодых людей. Но концептуальное видение у них другое. И будут они работать на концептуальное видение, а не на свою грамотность. И это беда. Чего пилить этот забор? Он кому-то принес пользу. Сделать политическую акцию в этот момент, что она дает. Это то же самое, правильно сводили девочек с голыми сиськами. Потому что, а чего они в итоге добиваются? Я сначала думал, что кто-то за ними стоит. Но выборы показали, они никому не нужны. Что им нужно? Вот то же самое. Спилили забор, поставят забор. Мар не тратит. Не тратит такую мусылку, как говорит мой покойный дедушка. Есть такая поговорка, что к нам относятся так, как мы этого заслуживаем, как мы позволяем к себе относиться. Может быть действительно все те, кто за дверью Верховной Рады, и заслуживают такого отношения вот этих вот теток с хвостами. Ситуация какова? У нас колоссальное количество якобы общественных организаций. На Западе общественные организации, либо это кого поинтересам, либо это действительно, вот я когда был в Испании, да, они делали не в этот год колоссальную забастовку. Едет по улице обыкновенно, частная машина, говорит, через два дня, никакой полиции, ничего, люди привыкли, это их жизнь. Никто их там особенно не собирает, это их жизнь, это их понимание, это их реакция на жизнь. У нас, я когда после Майдана 2004 года, в 2005 году был в Киеве, и смотрел, как по привычке ходили по улицам трансформаторами, я своем коллеге говорю, все, убили право на митинги, убили. Я говорю, это же не цирк, ходили по улицам, где-то по улицам, это же не цирк, это демократическое право, которое нужно охранять. И поэтому люди, наверное, заслужили это. Я смотрю, вот иногда еду так по улицам, я размышляю о чем-то высоком, смотрю на молодых, ну просто так, философствую из окна машины. А их это не интересует. Их интересует, если плохо, то нужно уехать. А если вернуться, то зачем? А если уехать, то лучше зарабатывать. Они думают, ну действительно, 70% молодежи настроены на то, чтобы уехать, 70%, это страна без будущего. Страна без будущего. Но ведь виноваты, это все равно более взрослые поколения, мы виноваты. Безусловно. Но не могут они смотреть ни мордобой, когда ничего, они приходят в общежитие, ничего нет. Воды нету, денег нету, размножаться невозможно, потому что никаких условий нет для того, чтобы влюбиться, пригласить девушку на чашечку кофе. Это же невозможно. Как кролики, это другое. Понимаете, это невозможно, это от бескультурья, это невозможность от безысходности уехать сразу. Произошло очень... Почему, опять-таки, я обращаюсь к закону творчеству, почему не создать в первую очередь условия для тех молодых, которые не должны были бы уезжать. Возьмите села, никого же нету, бабки старые сидят, ничего нету, продается земля, в аренду сдается земля. Что это, с чем мы завтра останемся? Ну, административное устройство страны, это очень больная тема. Поэтому села, города... Так все болит, это одна большая больная тема. Это такая больная тема, которая вообще в тупик завела страну административное устройство. И я, может быть, сожалею о том, что я когда-то выступал против Романа Бесметрова. Может быть, что-то бы начали делать. Потому что, ну, было у него видение такое прозападное, ну, приблизительно, когда на нашу почву опять американскую систему. Я ему говорил, ну, что ты гмины польские сюда засовываешь? Гминам-то уже сколько столетий, они вокруг ратуши, вокруг церкви. Что такое гмины, я не знаю. Это маленькие коммуны польские, да? Куда ты засовываешь? Там инфраструктура, там не село, а инфраструктура. Но, может быть, лучше бы было тогда уже, сколько прошло лет, 8, сделать. И пошли бы по какому-то пути, потому что путь тупиковый. Есть одна бельда. Только одна. Я не могу, не, не, я сейчас скажу, мы поколениям. Я не могу принять на мое поколение это. Дело в том, что между моим поколением, ну, тем, которым уже исполнилось за 60 и дальше, и поколением молодых, должно было стоять поколение 45-летних. И его не оказалось. То есть, они должны были составлять основную массу среднего класса в радах, в советах. Их не оказалось, и появилось поколение 35-летних, которое немножко иначе. Сегодня все сразу, одномоментно, у них другой опыт. А 45-летних не допустили? Бедали наши, что мы не передали, а? Мы не допустили просто, может быть, 45-летние? Может быть, вот эти вросшие тела в кресло так и будут сидеть? Сложно сказать. Вот утвердили опять Азарова. Опять там... Потому что по возрасту. Дело не в этом. Дело в том, что нету, как вам сказать, нету таких личностей, которые могли бы эрудированно войти и заняться этим делом. Я не вижу их. Нету. И столько институтов в стране, да, по-советски работают. Но кто-то мог в рамках существующих НИИ, аналитических создать... Как это называлось? Еще в 70-е годы это... ОМОН и что? Да нет, нет. Забыл название уже, когда кооперативы создавались. Надо вспомнить это. Воссоздать какой-то мозг, которым не надо было бы власти. Вот не надо было бы власти. Которые продвигали бы свои концепции. Посмотрите, насколько все-таки концептуальщик был Владимир Лановой. Я его знаю с 90-х годов. Познакомил моя коллега. И он перестал быть концептуальщиком. Потому что в свое время он был не востребован. Такие, как они не были востребованы. И, вероятно, вот, наверное, общество не востребовало в тот момент тех людей. Им не должно было бы тогда 45. Я сказал 35-летний кино. Потому что время. Им тогда могло бы 30. Общество не востребовало, не посмотрело на них. Еще была возможность из них что-то сделать. И вот эта вот категория людей, они, наверное, все уехали. Судя по всему. Потому что то, что мы видим там иногда лица в парламенте, он чистит речку Белару. Или выживают. Или работают так называемыми предпринимателями. Хотя это просто момент выживания. Это очень тяжелая тема. Общество не востребовало нормальную элиту с мозгами. Образованную, очень эрудированную. Общество востребовало политическую элиту, которая так и не появилась. Но им так показали, что политическая элита, она как бы что-то сделает. Но политическая элита, ну... А я не могу называть это элитой. Вы знаете, когда... Нет, конечно, это не элитой. Я смотрю, когда закатываются рукава, снимаются пиджаки и вперед... Во всех парламентах есть зубытычные. Ради бога, ну второй день прошел. В результате все те перемены, о которых говорила оппозиция, проиграли. Ни одной перемены практически нет. Позиция как бы все выиграла. Опять кулаки, опять свист. И опять... Я был в здании парламента в Венгрии. Несколько лет назад, но в пустом. Мне даже не разрешили сесть внутрь. Но! Они заседают не каждый день. У них расставлены, где кто, оппозиция и так далее. Люди поднимают вопросы. Я вспоминаю, когда австрийцы в каком-то году к нам приезжали и говорили... Партия зеленых приходит в власти. Они подняли вопрос для народа полпроцента или процент на виноград. У них других проблем нет. У нас столько проблем, что, наверное, вот та элита, которая там сидит, она не умеет ими заниматься. И, наверное, вот выход один такой. Почистить речку белую, проложить дорогу. Очень у нас с вами певистический фирм получился. А я что-то хочу сделать, понимаете? Но я хотела бы, может быть, на этом поставить сегодня точку. Я благодарю вас, что вы сегодня вместе с нами поприсутствовали в нашей теме. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»